Очень хорошее свидетельство того, что Бог делает. И еще мне это очень нравится из-за того, что это свидетельство того, что может произойти в нашей жизни, когда мы живем в апостольском центре. Вот здесь вот, Ямба. Апостольский центр, в нем много всего происходит. Некоторые вещи, которые ты видишь и понимаешь, а некоторые вещи, которые ты видишь и не понимаешь. И понятное дело, что апостольский центр, он имеет отношение к молитве. Каждый апостольский центр, основная часть и основная движущая сила, огонь, топливо апостольского центра – это молитва. Это наша связь с Богом. И присутствие Господа, апостольские центры, они хотят присутствия Бога, они живут в присутствии Бога. Апостольские центры, они открывают сыновей и невесту. Исцеление. Оно также имеет огромную роль, играет огромную роль в апостольском центре. Мы встречаемся с живым словом все время в апостольском центре. В этих центрах, которые растут и умножаются везде по всей земле. Бог восстанавливает нас снова в эти места. Мы упрощаем свою жизнь. Упрощаем до самого главного, до одного единственного. Псалом 26-й, да? Только одного, только одного я желаю Божьи. Это искать Тебя, это говорить с Тобой, это знать Твое сердце. И из этого уже вся моя жизнь истекает. Вот как мы здесь живем. И из-за этого, из-за этого такого большого, всего соединенного вместе, мы можем быть исцеленными, мы можем расти, и потом мы можем делать наши шаги и где-нибудь в другом месте оказываться. Послание, оно выходит, как и должно, как стрела, которая вылетает отсюда. Апостольские центры. Апостольские центры, они созидают эти стрелы. Людей, которые в колчане, которые становятся стрелами. Люди, стрелы, в них есть живой Бог. И это происходит из-за их встреч с Богом. Определенные аспекты Его характера, они становятся вашими. Мы имеем всего Его. Но у каждого из нас есть какая-то порция, как грань, которую мы несем, и это становится нашим посланием. Это уникальное, как мы его несем, как мы несем его сердце. У нас у каждого из нас есть уникальный путь, как мы несем жизнь, как мы выражаем эту жизнь. И очевидно то, что Господь много вложил, инвестировал в эту молитвенную базу. И Он продолжает это делать. Ему нравятся Его стрелы. И некоторые из наших стрел, они растут, и они выходят. И потом они возвращаются. Чтобы отдыхать, чтобы восстанавливаться, чтобы разделять семью. Потому что мы одно, мы разделяем это. Это наша часть всех нас. И потом некоторые стрелы прилетели и сразу обратно летят. А потом сразу обратно возвращаются. Я утром сегодня читала как раз это местописание, это Исаия 49 глава. Первый, второй стих. Вот утром наконец-то с Господом время отставила. И там было написано. «Слушайте меня, острова, и внимайте, народы дальние». Так, все меня слушают. «Господь призвал меня от шрева, от утробы матери моей называл имя мое. И саделал уста мои, как острый меч. Тенью руки своей покрывал меня. И саделал меня стрелою и застренную. В колчане своем хранил меня. И сказал мне, ты раб мой, Израиль, тебе я прославлюсь». Интересно, что я не планировала сегодня говорить про стрелы. Я об этом вроде как бы вечером собиралась говорить, но это как Господь все вместе переплетает. Но основная мысль заключается в том, что апостольский центр — это как топка, это как печь, которая кует, это как место, в котором происходит рост, развитие, формирование. И есть разные сезоны роста, которые происходят для каждого из нас, и для каждого из нас индивидуально, и для нас как группы, коллективно. Потому что мы проходим через разные сезоны, через весну, зиму, осень, лето. И как вчера я говорила об этом вопросе, который сейчас час, чем время сейчас. И другой подобный этому вопрос — это в каком мы сейчас, в какой мы паре, в каком мы сезоне. Как сообщество. В каком мы сейчас сезоне. И как нам вместе, как одному целому двигаться. Как нам вместе согласиться с Богом и принять то, что Он для нас имеет сейчас. Чтобы снова продвигаться вперед, и снова и снова идти вперед. И есть сейчас вот это вот томление, и Вика тоже об этом, она в молитве говорила об этом, да, об этом томлении. Об этом... Вот эта страсть, это желание. Бог, я знаю, что есть большее. Что следующее, Бог? Почему чувствуется, как будто я не иду вперед, нет движения вперед? И поднимается этот голос. И я чувствую, что часть этого связана с голосом за Украину. У вас есть это. Это томление, это как призыв, зов о истинном правосудии. И истинное правосудие — это жизнь Божья, которая проявлена. В наших сердцах есть этот зов, этот призыв к тому, чтобы Царство Божие, оно было проявлено, чтобы оно пришло. Этот крик о жизни, о правосудии. И каждая стрела в этой комнате, она несет это. Я чувствую, что вы голодные. Вы хотите этого, вы жаждете этого. Я хочу этого. Если бы я знал, какой следующий шаг сделать, я бы его сделал. Но Слово Божие в Евангелии от Матфея говорит, благословенные или блаженные жаждущие. Ибо они насытятся. Благословенные, те, кто жаждет праведности. Потому что ты получишь это, ты примешь это. И наши сердца, они в молитве взывают. Это коллективное соглашение, согласие. Это очень ценно здесь. Это огонь, который горит. Это оттомление, зов об этом городе, об этом народе. Чтобы он вышел в своей полноте. И это как, знаете, у меня есть мечта. И я думаю, что у вас тоже есть мечта. Его мечта о том, чтобы его город явился. Так как Аграам говорил о городе, строитель и создатель которого есть Бог. Мы были сотворены для полноты Его правосудия. Чтобы быть в этом, чтобы жить в этом, чтобы есть от этого. Чтобы провозглашать это, чтобы быть в реке этого. И Бог здесь это увеличивает. Он говорит, ныряй глубже со мной. В эту реку жизни. В этот зов, призыв о правосудии. И иногда Он приводит нас в равнину. И в этой равнине мы находим сокровища, которые мы никогда бы по-другому не нашли. И это равнина, в которой ваш народ проходил и проходит через потрясение. Это как то обетование, которое в Исаии 39-й говорится о том, что и пустыня, она зацветет как роза. Мне даже кажется, Вика, ты молилась о чем-то... А, что ты молилась, что раскрываются как цветки. Что Бог там. Он использует все это. Есть этот крик, этот зов. Он выстраивает его, поднимает его. И Он отвечает на этот зов. Это сильное томление, которое выражается в молитве. И это нормальное, должное томление. Благословенные жаждущие, потому что они увидят это. Это обещание, чтобы за Него можно держаться, алчащие и жаждущие. Есть в этом изобильная жизнь. Это живое Слово. Сам Иисус, Он в этом месте жажды. Оставайся со мной в этой жажде. Оставайся в этом томлении. Ты родишь что-то. Ты сотворишь что-то новое. Ты произведешь это на свет. Потому что там, где Он, всегда есть жизнь. Там, где Он есть, Он приносит с собой жизнь. Он здесь, Он в вашем народе. Он не передумал о нас и о нашей предназначении. Например, вот даже одно пророчество, вот это пророчество Боба Джока, оно реальное, оно происходит. И мы стоим в этом месте жажды, и мы соглашаемся, мы продолжаем соглашаться. Мы говорим, да, пусть это произведется на свет. И Он рождает нечто. И еще можно говорить о рождении, как если смотреть на, например, семян. Что семя, которое как поднимается, то есть оно прорывается. И когда семя, оно начинает уже давать жизнь ростку, мы уже можем видеть, как это выглядит, что дальше. И это рождение, оно тоже может быть, как перестройка, обновление. Интересный word. Перестройка. Да, правильно. Не точно так. Это хорошо. Хорошо. Она говорит, нет, не перестройка. Я говорю, ну не та перестройка, а перестройка, это хорошее слово. Перестройка. Строили, перестроили. О, окей. Хорошо. Это напоминает мне сердце того, кто строит заново. Это напоминает мне сердце Нейми. Знаете историю про Нейми? Конечно, знаете. Нейми, Господь дал ему желание, Бог дал Нейми и желание своего собственного сердца о городе. Он вложил томление о праведном городе в сердце Нейми. Он дал Нейми рыдать об этом. И мы можем это увидеть в книге Нейми, в первой главе, как Нейми рыдает. Он услышал об огне, он услышал о разрушении города. О тех местах, которые сгорели. И когда мы читаем эту историю, в ней есть аспекты чего-то, что как в естественном мире. Но я думаю, что Нейми, он также откликался, он откликался на что-то, что было в духовном мире. У него должен быть ответ. У него должно было исполнение. Это как вот и вам нужно, чтобы это было исполнено, чтобы увидеть, как это будет сделано, оно произведется. И Нейми пошел к царю, как мы идем к отцу. И он сказал, ты пошлешь меня? Ты вышлешь меня? Ободришь ли ты меня? Поможешь ли ты мне? Поддержишь ли ты меня? Позволишь ли ты мне пойти и строить? Ты позволишь мне пересечь некоторые границы, пойти в новые места и сделать что-то, что необычно для моего стиля жизни? Это то, что делает Бог. Он выводит нас из того места, которое мы знаем, где мы долго стояли. И Он выбивает нас из старых границ, чтобы войти в новое. Чтобы быть частью строительства с Ним. И мы, и вы, каждый из нас, мы прямо вот в этом процессе находимся. И мы говорили об этом, что мы прямо вот в этом месте, когда пересекается, да, или река пересекается, или делается этот шаг, как место, как рождение. Это как изменение сезона, дик. Это изменение того, как мы функционируем. Это когда мы делаем шаг в это следующее место. Оставляя то, что мы знаем, это место нам знакомое и комфортабельное. Мы переходим в это следующее измерение. Это еще одно место родов, ходатайства, такое, как с родами, да, как с муками рождения. Но также будут новые какие-то виды функционирования. Это прекрасные пункты готовят свои стрелы. Это похоже на то, что мы рождем в эту грань, эту черту. Мы растем. Мы делаем это. Мы проявляемся членами. Это то, как Неми. Это то, как Неми. Он всегда был в земле, и когда Он пошел и оглядел всю землю, чтобы понять, что происходит. И потом Господь помазал его, чтобы собирать людей, которые скажут, да, мы поднимемся и будем строить. Да. Мы соберемся вместе. И мы соединимся вместе и будем вместе строить. Я соединю Мои дары с Твоими дарами. И вместе мы будем строить эту сильную стену. В этом месте увеличенного поклонения. Увеличенного огня на алтаре. Мы поднимемся. Мы пойдем в следующее место, и мы будем строить там. Но мы сейчас как раз передвигаемся в эту новую позицию. То есть мы в процессе перехода туда. То есть это для этого места. Для прекрасного Ямба. И одновременно с этим вы проходите это в своей личной жизни. И мы также проходим это за Украину. Как от лица Украины. Это как утроба для вашего народа. Как одно из тех мест. И мы становимся живым ходатайством. Сыновья и дочери. Они поднимаются, они выходят. Это поколение влюбленных. Оно выходит в победе. И мы принимаем это. И мы соглашаемся с этим. Бог изменяет наши сердца. Он изменяет наш разум. Новые песни будут рождаться. Которые высвободят эту уникальную жизнь от сыновей. И для сыновей. Чтобы кормить сыновей. Отцы и матери. Для того, чтобы кормить сыновей. Мы нуждаемся в них. Теперь, когда на улице моросит. И как-то так не сильно солнечно. Разве это не самое лучшее время, чтобы быть в помещении и молиться? И напорствовать. Люди меня спрашивают. Зачем ты из Флориды переехала в Канзас-Сити? Флорида. Канзас-Сити. Посреди всей страны. Нормально там. Но знаете, это не то место, где все хотят быть. Даже сейчас мы шутим, что единственная причина, почему ехать в Канзас-Сити, это чтобы быть в Айхопе. Потому что там нет сильно чего-то, что может тебя отвлечь. Там хорошо сфокусироваться. Приехал в Канзас-Сити, кроме этого молитвы ничего нет. Сфокусировался, нет никаких отвлечений. Что ты так делаешь? Только в голове молитвы. Я просто повторяю, что ты говоришь. Я люблю. Я люблю. Да. Так вот, человек, что мы в этом месте, чтобы коллективно, как группа, как апостольский центр, мы находимся в этом времени, когда мы регруппируемся, перегруппировываемся. И говорим, Бог, помести нас, поставь нас в эту позицию, чтобы войти и родить это новое. Чтобы произвести образование для сыновей, еду для сыновей. Чтобы родить эти какие-то частные дела, бизнесы, которые сыновья будут владеть этим. Это мое сердце, я как смотрю туда. Давайте еще дальше пойдем строить этот путь праведности. Сыновья, которые находятся на позициях административной власти в вашем городе, в вашей стране. Это то, что хочет Бог. Царство везде. Царство Божие, оно везде. Это одно из имен Бога, Ягова Шама. И Господь был там. Господь был присутствующим. Ягова Шама. Он идет, и Он готов уже быть проявленным в нашем городе и в нашей стране. В самом-самом начале. В самом начале. Рождение. Готовьтесь к родам. Это наш удел. И я хочу согласиться с этим в молитве. И сделать некоторые декларирования, заявления. И мы сегодня будем это делать, потому что мы находимся в этом месте. Это очень помогает распознавать и признать то, где мы есть. И чтобы мы могли вслух это сказать. Когда мы говорим, когда мы провозглашаем, Вы знаете, что сила согласия, она прибавляет, и она содействует тому, чтобы это произошло. И когда мы соглашаемся, Бог, мы соглашаемся, что Ты избрал это место быть центром Твоего присутствия. Спасибо, что это место родов, место рождения, которое производит жизнь. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Мы благодарим Тебя, что Ты в нас, Дух Святой. Проявись больше. Как вырвись из этих старых границ. Дух Святой, введи нас в это новое место. Каждого из нас индивидуально и корпоративно. Я провозглашаю прорыв. Прорыв из старого. Мы входим в это новое место. Мы продвигаемся в нашем сердце. Ты Благой Отец. Даешь нам идти вперед за нашим наследием. Мы продвигаемся вперед, Бог. Мы поднимаемся вверх с Тобой, Бог. В увеличенное понимание. Практическую мудрость. Я провозглашаю этот двиг сегодня. Для всей группы, как целое, как оно целое. Мы передвигаемся в это место, чтобы принять Твой добрый пар сыновей и бочерей, которые происходят. Мы сдвигаемся в это. Мы помещаем свои сердца, чтобы принять. Располагаем сердца, чтобы принять. Спасибо за этот добрый пар. Это отцовское сердце. Это отцовское сердце. Мы ищем и провозглашаем. Это сердце отца. Мы ищем и мы видим и провозглашаем прорыв. Мы говорим, что границы раздвигаются. Как женщина, когда она готова уже рождать. Рождение. Я говорю, что я щелкнула. Я говорю, что кройся. Отцовое сердце. Становится новое. Чтобы пройти с радостью. Мы входим в это сердце. Чемецкое урожение. Как-то дадость. Мы стоим перед тобой. Мы стоим перед тобой. Мы принимаем. Мы принимаем благополучие. 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 Это отца. Язык для твоего сердца. Твоего сердца проявленное. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Я про вас прошла. Я говорю, свежее видение. Как ты дал это Нейми. Ты не говорил ему пойти и поднимать эти камни. Нет. Ты дал ему видение нового. Ты не говорил ему пойти под ними старое. Но ты дал ему видеть новое. Он говорит, перестань там ремонтировать что-то. Время строит новое. Время строит новое. Время старое. Время старое. Время старое. Иди вперед в новое. Новое, Бог. Принеси новое. Для Крыма. Для Украины. Чтобы стоять перед твоим престоном и принять. Крепость. Крепость. Сила. Я чувствую, что важно сейчас принимать крепость как силу для следующего сезона. Чтобы принять это и превратить это. Крепость. Сила. Господь. Кто хочет присоединиться ко мне в тему, чтобы правозволит это? Укреплять наш дух. Укреплять наш внутренний человек хорошую пищу от нашего Отца. Пришли и присоединиться ко мне в это.